В этом видео я хочу обобщить случайный опыт зрителей борьбы с такими заболеваниями как фитофтороз на томатах и пероноспороз на огурцах. В одном из своих видео я рассказывая об уходе за помидорами высказала предположение о том как можно победить фитофтороз на помидорах. Но повторяю, это было только предположение, так как у меня фитофтороза на томатах не бывает и проверить нет возможности. Вот кусочек из старого видео. Фитофтороза на помидорах у меня никогда не было, но я могу предположить, что его, если уж он начался, можно остановить, как и на картошке горячей травой. Про открытые двери в теплице я говорила неоднократно, но повторюсь, летом у меня открыты двери с двух сторон. А теперь комментарий Александра. Рассказ его довольно большой, но на мой взгляд очень интересный. У нас в этом 2018 году фитофтора начала появляться на листьях томатов в теплице 21 июля. Минская область, Беларусь. По традиции все подумали, ну все, хана помидорам. На тот момент томаты были замульчированы нетолстым слоем 5-15 см луговой травы и до этого два или три раза опрыскивались народными средствами, растворами йода и молока в воде с добавлением борной кислоты или без нее. За неделю до этого я бензотриммером с одетыми на него ножами, а не леской, скосил на лугу очередную порцию травы, которая неделю лежала во дворе в стажке. Просто некогда было разложить сразу после скашивания под растения. Так как срочно надо было спасать помидоры от фитофтора, я решил замульчировать их толстым слоем этой травы, что и сделал на следующий день, то есть 22 июля. При раскладке трава пахла примерно так, как в лесу пахнет разлагающаяся органика, и на ней был белый налет типа плесени. При этом трава была не горячая и даже не теплая, но может только слегка, так как она была достаточно грубая, луговая и не измельченная. То есть даже за неделю она не спрессовалась в стажке достаточно плотно, чтобы разогреться. Родители боялись, что белая плесень с травы перекинется на помидоры и может их совсем загубить. Но я сказала, что не надо бояться, так как хуже уже все равно не будет. Фитофтора-то уже появилась. В общем, разложил я эту траву с белой плесенью в теплице под томатами. Притык, то есть без какого-либо зазора к их стволам, толстым слоем, может 30, а в некоторых местах и 40 сантиметров. А вечером опрыскал фитоспорином. После этого с интервалом в неделю опрыскивал фитоспорином еще несколько раз. По грунту фитоспорином не обрабатывал. Поливал примерно раз в одну-две недели по мульче между стволами томатов, иногда под стволы. Двери в теплицу с двух сторон не закрывали. Результаты увидели через пару недель. Распространение фитофторы прекратилось. Помидоры отрастили новые здоровые листья и побеги, на которых фитофтора не появлялась. Естественно, старые поврежденные фитофторы листья не выздоровели. И мы их удалили. После того мульчирования 22 июля достаточно толстый слой травы лежит до сих пор. Конец сентября. И больше в теплице не мульчировал. Помидоры в теплице до сих пор стоят как молодые, с зелеными листьями. Правда, верхушки уже давно уперлись в потолок теплицы и полезли расти вдоль потолка. Урожай помидоров тоже порадовал. Он получился большим. И это хорошо. В следующем сезоне будем работать над технологией выращивания для улучшения качества и количества плодов томатов. Возможно, будет больше времени для эксперимента с горячей травой. Что я для себя выяснил по результатам этого сезона. Мне нравится, как Александр сформулировал все по пунктам. Четко, понятно, а главное емко. Первое. Фитофтору на томатах можно остановить мульчированием толстым слоем травы. В моем случае луговой. И обработкой по листу фитоспорином. Второе. Мульча способствует увеличению количества и улучшению качества плодов томатов и иммунитету растений к болезням. Кроме того, она является хорошей подкормкой как для самих томатов, так и средой обитания полезных микроорганизмов, типа сенной палочки, защищающих культурные растения от патогенных микроорганизмов. К хорошей подкормке для самих растений мы еще вернемся в этом видео позже. Третье. Белая плесень на лед на траве не приводит к негативным последствиям для томатов. Наоборот, скорее всего, она подавляет распространение патогенных микроорганизмов типа фитофторы. Четвертое. Наличие мульчи на грядках приводит к неимоверному росту числа кротов, роющих огород и жрущих червей, разводящихся под мульчой. Но об этом я всегда говорила. С этим надо что-то делать. По рекомендации Натали, собираюсь положить под грядами сетку с ячейкой 15 мм хотя бы в теплицу. Что хочу выяснить в будущем. Можно ли остановить фитофтору и другие болезни только с помощью мульчи или горячей травы, без опрыскивания фитоспорином или другими препаратами? Да, можно. Об этом я рассказывала в одном из видео. Не нужно ждать, когда начнется фитофтороз. Как только вы почувствовали, что он на подходе или он уже начался у соседей, неважно на картошке или на помидорах. Сразу же используйте траву. Хорошо бы горячую. Если идут постоянные моросящие дожди, то закладку лучше повторить. И, конечно, к моменту начала фитофторы помидоры не должны стоять лохматыми. Это также относится к помидорам, растущим в открытом грунте. Если у растений много листьев, влага там задерживается, особенно при моросящем дожде. А это отличное условие для развития болезни. Не нужно оставлять загущение, рассчитывая только на горячую траву. Особенно, если над растениями нет крыши. Это комплексный подход. 8 сентября 2018 год. Московская область. Истринский район. И в заключение спасибо всем участникам канала за ценные советы. И то, что делится своим опытом органического земледелия. Пероноспороз на огурцах. Мой рассказ о выращивании огурцов был в основном о том, что посадка растений у меня производится на очень большом расстоянии. Например, на грядку длиной 3 метра в этом году был посажен один огурец. То есть одно растение. Огурцы портенокорпические, с пучковой завязью. Растут без какой-либо формировки. За счет того, что места для ботвы хватает, огурцы не заболевают. И у меня не возникало вопроса, как их вылечить. Комментарий Людмилы. Людмила на канал попала недавно. Совсем не в начале сезона, а только в августе. И думаю, что посадка огурцов у нее была стандартная. В лучшем случае через 50 сантиметров. Людмила об этом не написала. Здравствуйте, Наталья. Ваш метод мульчирования горячей травой нашла уже в августе, когда фитофтороз уже уничтожил помидоры. Снимала зелеными, дозревали в ящиках. А вот огурцы мне удалось спасти. Несколько кустов обложила горячей травой, не надеясь, что пероноспороз отступит. И, о чудо, через неделю я увидела, что даже на обрезанных листьях между стволом и пеньком начали расти пасынки и цветения. Мы за лето не собрали огурцов столько, сколько за 20 дней сентября. Только вчера, 27 сентября, ночью было плюс 3 градуса, собрала ведерко. Очень приятно, что Людмила без боязни провела такой эксперимент. Хотя, может, и принцип был, как у Александра. Типа, все равно заболели, хуже не будет. Александр правильно сформулировал. Активная мульча повышает собственный иммунитет растения. И если ее подкладывать все время, то про болезни можно забыть. Но, Людмила, вы помните, что сказал Александр Прократов. Очень много накопилось комментариев с результатами по огурцам. Знаю, что многие первоначально отнеслись с недоверием к такой просторной посадке и выращиванию без формирования. Но все равно попробовали. Тем более ценен ваш опыт. Сделала по вашему методу. До 23 октября собирали огурцы. Только таким методом будем сажать всегда. Очень довольна посадкой огурцов на большое расстояние. Действительно, огурцы заполнили всю мою теплицу. Результат радует. Посадила всего 5 растений. Потрясена до сих пор. Раньше сажала 2 гряды. У замульчированных огурцов листья не паникали. Не горели на солнце в наше жаркое лето. Корням было комфортно и не жарко. Удивило применение горячей травы на огурцах. Посадили 4 куста. Не знали, куда их девать. В следующем году посадим 2 корня. Новосибирск. На 3 недели запоздали с посадкой из-за погоды. Не поверила. Посадила 2 корешка на ширину теплицы 3 метра. Заплели всю стену. По ведру собирала. Плодоносили почти до октября. Да я и сама первый раз посадила на 3 метра один огурец. Потому что обещала. И мне кажется, что я обещала лилии из Ставропольского края. И новосибирские арбузы. На одном растении 3 плода. 8, 6 и 5 килограмм. Комментарий, правда, про помидоры. Но ключевая фраза в последнем предложении. А сорта все те же, что и всегда. Просто выращивались по-другому. Огурцы прожоры. Им давай и давай. С трех корней замучилась собирать урожай. На будущий год посажу 2 корешка. Эксперимент по огурцам. Гретку разделили пополам. Одна половина с травой. Вторая половина, как обычно, как бабушка советовала. На половину с травой посадили 2 штуки. Как же все недоумевали. На вторую половину 6-7 огурцов сажала не я. С первой половины с травой огурцов собрали больше. И в этом же комментарии еще и хороший результат по картошке, растущей на песчаной почве. И теперь попробуем понять, почему под активной мульчой растения не только не болеют, а еще и все очень хорошо растут. Причем абсолютно без всяких подкормок, без внесения минералки когда-либо. Первая причина, это углекислый газ. Он очень нужен растениям. И он не теряется, как в варианте укладывания органики в компостную кучу. И вторая причина, это нам только кажется, что подкормок нет. Потому что специально, целенаправленно мы этим не занимаемся. На грядках все происходит само собой. И мы даже об этом не задумываемся. Один из подписчиков канала сделал наглядный эксперимент, чтобы было понятней, что же все-таки происходит. Да, наверное, неделю назад положила, может даже несколько дней назад. Вот. Вот что здесь происходит. И после этого вы мне будете говорить, что активная мульчая не работает. Вы сами на это посмотрите. И сейчас мы с вами проведем интересный эксперимент. Для эксперимента нам понадобится пустой таз. Видео с экспериментом Николая можно посмотреть по ссылке наверху. Следующее видео я хотела сделать про ошибки мульчирования. Несколько вопросов я нашла в комментариях. Если у вас есть вопросы, то пишите. Для тех, кто на канале первый раз, видео «Что такое горячая трава?» Есть три серии. Это первое. Теплица зимой. Нужно ли держать двери открытыми? Как защитить грядки от кротов раз и навсегда? Активная мульча. Как повысить плодородие? Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт «Вогороде.Про». Субтитры создавал DimaTorzok